Национальная одежда жителей Таджикистана отличается своими яркими красками применением разнообразных тканей. Таджицкие умельцы издревле делали вручную великое множество ярких тканей с причудливыми узорами. Но самыми любимыми во все времена у модниц на севере страны были атлас и адрас. Атлас делают из натуральных шелковых волокон. Они вручную раскрашивают волокна в разные цвета, готовят шелковую основу и ткут атлас на станках. В производстве же адраса наравне с шелком используется и хлопок. Удивительный способ переплетения шелковых нитей, объясняющий роскошный дорогой вид атласа, изобрели более двух тысячелетий назад. Долгие века он держался в глубоком секрете. Осящая ткань доставлялась по великому шелковому пути и была невероятно дорога. Атласные изделия могли позволить себе только самые знатные и богатые особы. В наше время атлас ядрас – вполне доступный материал. Современные девушки, чтобы очеркнуть свою индивидуальность при пошиве одежды из атласа, соединяют традиции и современность. Атлас считается национальной гордостью таджиков. В стране даже учрежден специальный праздник – 16 апреля здесь отмечают День атласа. Девушки южной части Таджикистана исторически с гордостью носили платье с вышивкой чакан. Старинный чакан, надетый на девушку, демонстрировал ее трудолюбие и хозяйственность. Ведь массирицы сами вышивали себе платье. Современные модницы также очень любят надевать платье чакан, так как он идеально подчеркивает женскую красоту, самодостаточность и никогда не выходит из мода. Круто чакан с древних времен очень ценился. Про это платье поэты слагают стихи и артисты поют песни. Отметим, что национальное искусство чакан, национальные традиции качества атласа и адреса внесены в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Футима Саторова, Багудур Истамов. Новости.